Братья и сестры, я вместе с вами хочу сказать славу нашему Господу. Сегодня этот вечер Бог подарил нам для того, чтобы мы пребывали в Слове Его. Сегодня Господь говорит к нам, и мы обращаем на Его Слово внимание свое, и Он говорит нам через пророка, «Я Господь, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти». Я прочитаю также вместе с вами, в первую очередь для себя, а потом для каждого из нас, слова Иисуса Христа, который говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте у Бога и у меня, веруйте. В доме Отца Моего, обители и много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были, и я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Хомас сказал им, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я сегодня хочу порассуждать вместе с нами о том пути, к которым мы идем. Все мы находимся на пути и идем к небесной Родине. Братья и сестры, и очень многое зависит, насколько правильный наш путь пред Господом. Когда-то Иисус Христос сказал, что уходите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут им. А узкие врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Когда-то Иисус Христос посылал учеников Своих по два пред лицом Своим и сказал им, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не уходите». Было именно предписано им, чтобы они шли к погибающим овцам дома Израилева, а к язычникам на путь не ходили. Сегодня давайте немножко в свете Священного Писания, на примерах Священного Писания рассмотрим, какие же все-таки пути могут быть Богу угодными, и какие пути могут удалять от Господа. Как я уже сказал, у пророка Господь говорит, «Я Господь, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Сегодня братья уже много говорили, и я присоединяюсь к ним в том, что слова эти, они настораживают нас и заставляют нас, чтобы мы еще раз посмотрели на свои пути и на свои дороги. Потому что в книге «Притчи» 16 глава 25 стих говорит такие слова, «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но, наконец, их путь к смерти». Как я прочитал, Господь Иисус Христос сказал, что «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Мы все желаем получить спасение через Иисуса Христа и должны идти и направить наши ноги и наши хождения к Отцу, который дающий жизнь, и не уклоняться от путей». Братья и сестры. Давайте посмотрим в книге Еремии 6 глава 16 стих. Говорит такие слова. «Так говорит Господь, «Иставьтесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». Бог предлагает и говорит, чтобы люди остановились и чтобы шли по путям Господним. «Где путь древний, остановитесь, расспросите и идите по нему». И мы видим, что у людей есть какое-то решение. И так само Иисус Христос тоже предлагал неоднократно и говорил, чтобы шли по пути, которые Бог указывает, но люди уклонялись. В наше время ничего нового нет. Вы знаете, противник душ человеческих, он тоже старается предложить что-то свое. И, казалось бы, много обещает и дает. А на самом деле он дает только то, чтобы забрать большее. У него тактика одна – украсть, убить и погубить. И сегодня, братья и сестры, мы, идя путями Господними, не должны оказаться на территории врага. Я хочу прочитать место из Священного Писания, вернее, привести два примера из Священного Писания. Это два персонажа, два мужа, которые жили в разное время и по-разному, конечно, поступали. Оба они названы мужами веры, но жизнь их разнилась категорически. Вы знаете, есть написано так у книги евреям, одиннадцатая глава, повествует о человеке Енохе. В нем написано, верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. В непростое время жил когда-то Енох. Он ходил перед Богом, как и другие люди. Бог сказал Аврааму, ходи предо мной и будь непорочен. Вы знаете, Ной ходил пред Богом. И еще другие праведники, они ходили перед Богом, и это было их посвящение Богу. Это не просто так пожить, ну и, конечно, вроде и Богу все нормально, и мне неплохо. Он к этому прилагал все старания. Апостол Иуда немножко проясняет и говорит о том, как ходил Енох перед Богом. Он говорит в своем послании так, 14-15 стих. О них пророчествовал и Енох 7-й от Адама, говоря, «Сей идет Господь судьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах их, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Оказывается, Енох пророчествовал. Енох жил и говорил другим людям о том, что есть вещи, которые недопустимы и нетерпимы Богу. Это было неоднократно, и, конечно же, люди в ответ, наверное, ненавидели его, наверное, в ответ никто не радовался его словам и не спешили исправлять пути свои. Но таким вхождением Енох засвидетельствовал о том, что он знает Бога, хранит его слово, живет по этому слову, да еще и других обличает. Братья и сестры, нам есть чему поучиться. Бывает, люди уклоняются от путей истины, идут путями и удаляются от Господа, и их путь отходит все дальше и дальше. Мы можем смотреть и молчаливо просто смотреть и думать. Но мало тех, кто придет и скажет, куда ведет тебя твоя дорога. К чему ты придешь, когда ты будешь таким путем идти, куда он тебя приведет. Давайте посмотрим второй персонаж. Это книга судей, и я буду говорить о Самсоне. Вы знаете, этот муж был рожден по обетованию Божьему, прежде чем он родился, пришел ангел к отцу и матери его, к Маною, и говорил, что он будет родиться у них сын, хотя долгое время у них не было детей. И вот в таком страхе и трепете отец и мама спрашивает, а как нам надо воспитать нашего сына, чему научить его, потому что он будет на заре Божий. Конечно, у Бога был план. И ангел конкретно объясняет и говорит, ваш сын должен не пить вина и секера, ничего нечистого не есть. об этом написано в книге Судей 15-я глава, вернее, 14-я. 13-я глава, 7-й стих. Он сказал мне, вот ты зачнешь и родих сына, и так не пей вина, и секера и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до самой смерти своей будет на заре Божьей. Такое повеление маме было дано. И родился Самсон. Он родился и был воспитан. Я думаю, отец и мать говорили ему о том, что он на заре Божьей. Он это и сам, конечно, почувствовал. Пришло время, и первое, вы знаете, он шел для того, чтобы сосватать из вражеского народа для себя жену, взять жену. Отец и мать говорят ему, сынок, зачем ты это делаешь? Разве нету ничего, нету дочерей из народа твоего, нету женщин, прекрасных девиц? Зачем ты идешь на чужую сторону? Нет, я хочу, она мне понравилась. Приходит, когда он шел, выходит лев, сошел на него Дух Господень, он растерзал его, как козленца, взял, спрятал его в винограднике, ну и пошел. А когда шел назад, зашел посмотреть, и увидел, вот лежит этот лев труп, а в трупе уже рой пчел, и там мед, и он взял этот мед и кушал. Что может быть отвратительнее, чем прикоснуться к мертвому трупу зверя, тем более брать и кушать? Мало того, он взял его и дал матери своей и отцу своему. И вот мы видим, что Господь действует его рукою и начинает спасение в Израиле, ну происходит это как-то, мне кажется, как не по плану Божьему. Здесь прихоти Самсона, здесь его желания, и в то же время сходит сила от Господа, и в то же время приходит неоднократно победа. Вы знаете, в Лехе, когда он сражался с филистимлянами и была великая победа, тысячи человек ослиной и челюстью он побил, но после он начал сильно жаждать и не было чего пить и говорит Господу, что велика эта победа, которую ты дал мне, чтобы совершить руками моими, но ныне я умираю от жажды и, наверное, умру и попаду в руки необрезанных. Там же Господь его и услышал, там и отверз ему Ямину, он попил, и написано, что ожил дух его, да, и разверт Бог Ямину в Лехе и потекла из нее вода, он напился, и возвратился дух его, и он ожил, и этого и наречило имя месту сему, и источник зевающего, который в Лехе до сего дня. Ну, а дальше, казалось бы, трудно даже читать, как может быть после такой победы и такого благословения он приходит уже в другое место, в Газу, и идет к блуднице. Братья и сестры, это не укладывается в голове. Когда филистимляне стерегли его, и он среди ночи схватил это его рота, газы и вынес и его поставил на горе, казалось бы, опять победа, опять все нормально, но дальше его стопы направляются в долину сарек, где ждет его долида. Братья и сестры, как печально слышать, или читать, или рассуждать о том, что ты сделаешь, делаешь, Самсон станет в их врагов, почему ты здесь, почему, что случилось с тобою, почему ты пришел. Я думаю, Самсон во внутренности своей, он знал, что он делает негодное дело пред Господом. И это его рота, которое он схватил и вынес. Было ничто как проверкой, все-таки Бог еще не отступил, еще есть сила, я могу продолжать, я могу сражаться, но его падение уже было предречено. Впоследствии долида усыпила его на своих коленях, призвала владителей филистинских, остригли волосы, выкололи глаза, и он мелет в доме узников. Разве это предназначал или предначертал Господь? Разве к этому он посылал на землю великого Назарея своего, чтобы он стоял, а впоследствии потешал тех, которые смеялись над ним, смеялись над его Богом, смеялись над всем тем. Братья и сестры, его желания, действительно, его желания сыграли роль. Он знал, что он предназначил на большее, на великое, его путь должен идти абсолютно в другую сторону. Но вот все это привело его в долину Сарек и к его падению. Братья и сестры, как часто бывает и в нашей жизни, мы понемножечку начинаем что-то взаимствовать у мира, мы что-то понемножечку начинаем брать от него и оглядываемся, нет наказания, все прошло нормально, одежду мы взяли из мира, мы взяли украшения, мы прокололи уши, мы дальше пользуемся красками, мы пользуемся речью мира, дальше еще больше идут в казино, идут туда, в те места, где Господь не хочет, чтобы дети его ходили. Что ты делаешь, дитя Божье, когда ты сидишь за спиртными напитками, когда ты смотришь на непристойное, когда ты видишь, что твое падение приближается шаг за шагом, куда ты идешь и направляешь свои пути. Особенно молодежь, вы знаете, как когда-то отец и мать Самсона, сынок, что ты делаешь, среди нашего народа есть женщина, которая достойна тебя. Нет, я хочу, мне понравилось, братья и сестры, а впоследствии, какую горькую плату, надо за свой путь заплатить. И так Соломон мудрый говорит, есть пути, которые кажутся человеку промеме, но конец их путь к смерти. Когда Толина воззвала и сказала, Самсон, филисимляны идут на тебя, он пробудился от сна, вскочил и говорит, встану и пойду и освобожусь как прежде, а не знал, что Господь отступил от него. Как хотелось бы сегодня, братья и сестры, чтобы не пришло это отрезвление слишком поздно для каждого из нас, когда наши пути уклоняются от путей Господних, когда Господь направляет нас только к тому, чтобы мы могли достигнуть чизни вечной, потому что так и написано в Писании. Бог определил нас не на гнев, но для получения спасения через сено своего Иисуса Христа. Я знаю одно, братья и сестры, как бы то ни было, Богу нужна добрая воля. Когда-то Иоанн сказал, что не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Мы лишаем сами себя этой любви, когда мы полюбили, когда мы взяли, когда мы пришли, когда мы начали подражать миру, делать все. Казалось бы, все должно быть красиво и весело, но мы не знаем, какую цену придется платить последствии, и поэтому Бог хочет, чтобы уклонить наши пути от путей смерти, от путей мира, чтобы мы могли идти за нашим Господом. Мы поем псалом, чудесный псалом, лететь безжалостное время, там стих такой, что как мы поем «Но есть за гробом жизнь иная, жизнь вечная, без счета лет, тебя там муча ждет, какая, об этом думал ты или нет, там все спасенные воскреснут и будут с Господом всегда, а кто блуждает в этом мире, погибнет раз и навсегда. Остав же все свои деяния и гордый помысел смири, и для безумного желания все входы в сердце затвори». Братья и сестры, как важно нам действительно, чтобы наше желание починить именно воле Божьей, чтобы наши хождения были угодны пред Ним. Муж Божий Давид говорит, что «Испытай Божия, меня Божия, и узнай сердце мое, испытай меня, и знай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути, и направ меня на путь вечный». Я знаю, что у Господа есть план, но все равно все зависит от того, что мы изберем. Он говорит, что два пути предложены тебе. Один путь жизни, другой путь к смерти, а избираешь ты. Он показывает, не избирая за нас, но показывает нам только разницу, куда приведет нас в любом случае каждый из этих путей. Пусть поможет нам Господь быть мудрыми и направлять наши пути к Господу, чтобы Он мог руководить и путеводить нами. А Господу за все слава, веки, аминь.